В воскресенье все медики страны отметят свой профессиональный праздник. Герой нашего репортажа виртуозно общается с женщинами и не менее виртуозно их оперирует. Дмитрий Макарьянс, акушер-гинеколог, эндоскопист, работает в 8-й больнице 25 лет. Посвятить себя медицине он решил еще в школе. По душе пришлась хирургия. Дежурил в хирургии, дежурил в акушерстве, дежурил в гинекологии. В акушерстве мне показалось как-то психологически сложно. На тот момент работать, отвечать за две жизни сразу, за мать и ребенка. А в гинекологии вроде та же самая хирургия. Плюс общение с женским полом как-то мне проще где-то давалось. Как-то в курсе, наверное, на четвертом, на пятом увлекся акушерством гинекологии. Проходя специализацию и по акушерству, и по гинекологии, как-то больше потянуло именно в хирургическое направление. Это гинекология у нас. У нас хоть и говорят, что специальность акушер-гинеколог, но уж если быть откровенным, мы либо акушеры, узкие специалисты, либо гинекологи. Я гинеколог. Мужчина-гинеколог. Для некоторых пациенток это некий барьер. И в начале карьеры Дмитрий Русланович с этим столкнулся. Очень выручила дополнительная специальность по психологии. Постепенно коммуникацию удалось наладить раз и навсегда. Фамилия Макарьян сегодня бренд больницы. Именно в его руки мечтают попасть пациентки. Наверное, у каждого доктора иногда пациенты становятся друзьями. У меня таких много, если честно. Поэтому, конечно, вникаю в жизненные ситуации. Порой про пациентов знаешь больше, чем их родственники, самые ближайшие. И рассказывают вещи, которых, может быть, никому бы не рассказали. В день у Дмитрия Руслановича бывает по 5-6 операций. Он владеет всеми видами полостных и эндоскопических вмешательств. Берется за самые сложные случаи. Работа тяжелая и ответственная. Мужская. За 25 лет были и мысли свернуть с пути. Найти себя в чем-то другом. Многие говорят там волей судьбы. А я, наверное, скажу волей Божьей. Я все-таки остался в медицине. Было несколько ситуаций, когда обстоятельства складывались таким образом, что были, ну, естественно, зарплаты низкие. Работы всегда хватало. Были ситуации, когда поступали предложения уйти в коммерцию. Это было несколько раз в протяжении 25 лет. Я серьезно об этом задумывался и готов был уже в какой-то момент уйти. Но что-то обязательно случалось. И я оставался. И, наверное, на сегодняшний момент я уже не жалею, давно уже не жалею, что остался в медицине. Знаете, когда ты востребован, когда у тебя получается, когда тебе интересно. Ну, тяжело, конечно, порой тяжело бывает. Ну, наверное, нечего тут жалеть. В медицинских учреждениях подведомственных департаменту здравоохранения Ивановской области на сегодняшний день работают 4 тысячи врачей. Более 10 тысяч среднего и младшего персонала. И это как раз та сфера деятельности, где кадры решают все. Им тоже нужна поддержка. Особенно в начале пути. С целью привлечения молодых врачей в сельскую местность действует федеральная программа «Земский доктор». Предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. На 2019 год запланировано 21 миллион для привлечения 21 врача. Также с 2019 года действует такая федеральная программа «Земский фельдшер». Предусмотрена единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. И на 2019 год запланировано 5 миллионов рублей, что позволит привлечь 10 специалистов. День медицинского работника – это возможность еще раз сказать слова благодарности тем, кто помогает, лечит, спасает. Их часто называют врачами от Бога. А они такие же простые люди, от которых все почему-то ждут чуда. Продолжение следует... Продолжение следует...